Привет, зрители! У меня тут целых 20 минут зарядки и камеры, надеюсь, на флешке место и зарядки. Я уложусь как-то в это все. Это будет обзор покупок из Dixie, Fix, Sprice и светофора. Что-то я уже как бы не покажу, потому что не только себе покупала, чего-то у меня уже тоже нет, потому что не только себе покупала, поэтому вот что осталось, а то покажу. В общем, наверное, светофор сначала обозрю. В общем, купила я себе желатин, последний пакетик был. Я тупо не знаю, там до сих пор можно, нужно на 300 рублей набирать в этом светофоре минимальную сумму, или можно на любую сумму уже покупать, потому что как-то, ну, когда я последние разы до того, как подсела на светофор, уже отсела от светофора. Я покупала там год или полтора назад, или даже два назад, там минимальная сумма была, помню, 300 рублей надо было набирать. Поэтому я как-то ориентировалась, чтобы вписаться в 300 рублей. У меня был кое-какой список с собой литературы, но большинство из списка там не оказалось, а то, что мне надо было. И, в общем, я уже купила вот то, что думала, там, что увидела, уже вот так купила, и то, что действительно надо было. Мыло это жидкое, я видела, 5-литровое, мне кажется, гуще будет, если потереть обычное мыло, даже хозяйственное, и смешать его с водой горячей, настояться, дать ему сутки, и потом использовать его как средство для мытья посуды, или там жидкое мыло. И то эффект будет лучше, и как-то оно само все гуще. Что-то там 77 рублей, что ли, 5 литров этого мыла я посмотрела, оно совершенно какой-то очень жидкой, странной консистенции. Не знаю, как им посуду там мыть предполагается. Выглядит оно, типа, называется как средство для мытья посуды, на коробочке при этом написано, как жидкое мыло. В общем, хрень какая-то, и я, конечно, не стала это брать. К тому же, у меня сейчас есть фэри, который я еще не опробовала, у меня там посуда стоит, ждет меня. Вот я сегодня, наконец-то, довысыпалась, а зуб у меня прошел. Но я так поняла, что это очень долгий муторный процесс, потому что я не поняла, что конкретно там, где, в каком месте выросло. Видимо, выросло еще где-то, не дойдя до прорезания десны. Короче, вот желатин, он хороший был, у меня еще пакетик есть, полтора пакетика, вот еще пакетик будет, 50 грамм желатин пищевой, хороший очень. 21 с копейками, что ли, у меня где-то вообще чек есть. Так, это у меня есть другого магазина. Я купила себе тесто, все-таки оно там есть, причем там есть 4 вида теста, двух разных фирм. Вот это еще меняемое тесто по составу, а другое, Е-красители, черти-чо, я вообще там как-то охренела на этот состав. Какое-то дофига бюджетное тесто. Я, наверное, уже завтра из него что-то сваяю, потому что я пришла домой, закинула покупки на балкон, хоть там при открытой двери и закрытом балконе, застеклен же, 13 уже градусов, потому что у нас все течет, но снег как бы есть. И ушла к родственникам. Пришла, оно все еще холодное, я думаю, наверное, он до завтрашнего утра долежит, завтра я уже хочу сделать себе пирожков с мясом, у меня есть паршик. Это у нас русский терем, тесто слоеное, пресное, две пластины. Даже инструкция по применению есть. Ну, типа, минимум 3 миллиметра, видимо, специально для таких, как я, когда я первый раз раскатала до совсем какого-то минимума. Что это у нас вообще? Вот оно. Так, тесто 32 рубля, стоит желатин 21,40. Так, вот это, это, это. И все вроде. Так, в общем, вот желатин, тесто на ноги положу, а тут у меня ноутбук лежит. На ноутбук еще как-то желатин можно положить, а холодное тесто уже как-то извращение. Соломка с нормальным составом. Я что-то взяла, решила взять себе пакетик, думаю, так с чаем похрустеть. 21 сентября создана, это 21 марта следующего года живет. Батайски оно создано. Вот такая вот соломка. Сколько тут она, эта соломка? Соломка 300 грамм, 24 рубля. На некоторые вещи, которые я не покажу, потому что у меня их нема уже, ну, как бы есть, но они как бы уже нема, но при этом я их не могу показать, потому что может человек увидеть ролик, и поэтому как-то это будет уже не совсем сюрприз, не совсем то, и вообще, что показывать это. Цена, допустим, стоит одна, а когда пробиваешь, оказывается, что там в три раза дороже. Я немножко так охренела, в общем. Вот это я купила, тут нормальный состав, пищевик, какой-то там мелко очень написано, не видно. Шпроты в масле, 21 августа оно создано, 3, или сколько, 30 месяцев у него срок годности, и состав у него рыба копченая, масло подсолнечная, соль. Вот думаю, как-нибудь картошечки сваяю себе и захомячу. Оно, кстати, стоит так это, не по-светофоровски. Сейчас скажу, сколько. Где оно тут вообще? Так, соломка шпрота. 75 рублей и 80 копеек. Я по скидке подобную баночку покупала в пятерке где-то рублей за 65. Я к тому, что если кто-то вякает, что в светофоре все дофига дешевое, некоторые вещи там, вот те же все эти консервы, без ключа при этом, можно за те же деньги купить в каком-нибудь магните, даже тупо без скидки, несколько дешевле. Ну и я поняла, что какие-то консервы я даже видела, которые я покупала вот когда-то летом еще, перед тем, как... Ну, не обозревала я тут обзор, не делала, точнее, обзор на ту покупку, дофига всяких консерв, деревню покупала я себе тут. И я потом эти же консервы обнаруживала у нас даже в местном магните. А еще в основном я ехала за вот этой фиговиной. Мне как-то она увиделась, когда я там была, еще там моя знакомая работает, она сказала, что вот эта фиговина хорошая, но что-то у меня всего дофига было, я как-то не рассчитывала ее еще тащить с собой. А тут специально за ней, в принципе, ехала. Потом как-то была ее не было. Была сына, но ее не было. А тут она оставалась от 4 бутылочки. Вот теперь осталось 3 бутылочки, и одну купила. Новая формула универсальный гель Санитол. Чистит, устраняет запах, и дизельно спицырует кафель, стекло, металл, 750 миллилитров. Мне тупо это вот унитаз мыть, там эту ванну, то у меня моей березны осталось с кустью носка. Так, все, вот это вот у нас был светофор. Вообще все у меня там вышло на 322 рубля 90 копеек, но я не показала пару вещей. По понятным причинам. Так, чего у меня тут? В Дикси у меня тоже она прилично вышла, но меня попросили кое-что купить. Плюс я увидела то, что мне иногда нравится, точнее, как бы нравится, я иногда беру. Последний раз, когда я это покупала, года два назад я про него забыла его номер. А тут я поняла, что у него состав все тот же, и в этот раз почему-то 300 грамм, бывает, я знаю, что он 200 грамм или 400, тут 300 грамм, и он был по скидке 200 рублей, ну, грубо говоря, 199 с копейками, и я решила взять. Это у нас Орла, Натура, Полезное удовольствие. Коварти сыр шливочный не содержит красителей, да вообще не содержит всякой хрени. Вот. Мне он очень нравится. Я как-то даже ездила к подружке, года два назад покупала его в гости. Вообще я такой сыр могла раньше за день схомячить. Я покупала к подружке в гости, и мы его тоже за день схомячили. Ну и переходим мы к фикс прайсу. Я туда вообще шла за этим самым молоком, сгущенным, потому что хотела я один раз, как-то мне попалось за 44 рубля, в светофоре хорошая сгущенка, без ключа обычная сгущенка, но больше я там не видела, ну именно сгущенного молока там не было, теперь там тупо сгущенка, та самая вот где там растительное масло, непонятно что. Я купила аж три баночки с ключом и крышечкой, крышечка очень удобная, я ее ставила в итоге себе, у меня там на ней чеснок лежит в холодильнике. Состав у нас молоко, нормализованное, сахар, сахароза, лактоза. Это у нас сладеж, и ее продают, вот я видела в фиксе. По 50 рублей, по-моему, она. У меня там еще какие-то бонусы были на этой карте, которые я практически не пользуюсь, фикс прайсовой. И я спросила, если они там есть, можно ли их списать. Так, и оказалось, мне сказали, что у меня на 24, но списали у меня 27 рублей 14 копеек. Меня списали с этой карты, что на ней осталось, я без понятия. И что у нас тут вообще, вот сейчас заодно гляну. Да, и поэтому вот по скидке, оно уже все вместе вышло, у меня на 177 рублей 86 копеек. Молоко в итоге не 50 рублей, а 43 рубля 38 копеек. А еще купила себе бумажные салфетки, которые, видимо, шли 50 рублей, но там две упаковки, сейчас покажу. И они вышли, у меня 47 рублей 72 копейки. В общем, как-то так. В общем, раз, чтоб вы убедились, что их действительно два, три. А то кто-нибудь может подумать, что я только говорю. Вот на самом деле их действительно три. И еще бумажные салфетки. У меня как бы есть бумажные салфетки, я покупала парочку, но иногда вот они, знаете, есть-есть, а тут понимаешь, что их нет. Как-то незаметно заканчивается, я решила про запас взять. Кстати, салфетки, которые я тоже опять смотрела в этом светофоре, в обзорах, они у кого, вот я на каналах, ну вообще на YouTube я видела, где мне попадалось, не знаю вообще блогеров, чисто по именам, просто вот то, что попадалось, YouTube выдавалось, вот светофор, я глядела, и там везде идет вот типа 10 рублей эти салфетки 100 штук, но что-то я нигде не видела. Вот, ну ни разу не видела в нашем светофоре эти салфетки по 10 рублей. Я видела только какие-то супер косметические 29 рублей, что там за салфетки, без понятия. А тут у нас 250 салфеток 50 рублей. Мне недостаток по 47 с копейками. Я все-таки зеваю. Однослойные, 250 штук, плюс-минус 5 процентов. Ну надеюсь, что там все-таки все эти штуки есть. Париж групп. Вот он. Вот он. В общем, вот такой у меня скоростной беглый обзор. Если кому-то было очень быстро, то простите, пожалуйста, у меня тупо разряженная камера, и флешка подзабита. У меня еще остался этот косметический обзор своей декоративки. Я его все никак не смонтирую. Тупо не было времени. Учитывая, что последние дни 5 сонная никакая была. Сегодня вот более-менее уже живая. Но проснулась в 2 окончательно. В 2 часа дня. Зато ничего не болело. Постараюсь в ближайшие дни сделать. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем пока.